Часто при дефиците железа вроде бы даже и трансферин есть, но внутри он пустой. Железосвязывающая способность сыворотки. По этому показателю мы оцениваем, насколько наша кровь, насколько наша сыворотка готова связать железо. И чем выше вот этот показатель, тем выраженнее дефицит железа. Вот для этого нам нужен ферритин. Я вам скажу, что верхней границы нормы не существует. Но мы с вами должны быть уверены, что ферритин этот истинный, что он не воспалительный. Потому что часто после каких-то острых инфекций, либо хронических воспалительных заболеваний, ферритин повышается. Но это не значит, что достаточно железа в организме. Это говорит о том, что клетки разрушаются, и ферритин просто подхватывает вот это железо из разрушенных клеточек. По последним данным, есть американская ассоциация гастроэнтерологов. Вот они упомянули, что ферритин менее 45, это уже анемия. Лактат – это молочная кислота. По ней я смотрю, насколько организм закислен. Потому что в условиях гипоксии весь организм находится в закислении. Спортсмены это очень хорошо знают. Как правило, мы B9, B12 в основном оцениваем необходимые витамины для кроветворения. Без них нет синтеза новых эритроцитов в костном мозге. Этот сахар начинает склеивать белки. Причем белки долгоживущие. Те, которые существуют длительное время в нашем организме, и одним из долгоживущих белков является гемоглобин. А в ликированном гемоглобином у него нарушается отдача кислорода. То есть вот эта диссоциация уже затруднена. Поэтому гемоглобина, даже мы можем по общему анализу крови увидеть нормальное количество. Но если он гликированный, мы уже понимаем, что в гипоксии находится человек, потому что отдача кислорода будет затруднена. Одна из причин дефицита железа – это дефицит витамина D. Анализ, который смотрят большинство лабораторий методом ИФА, он очень сильно завышает этот показатель в 2, иногда даже в 3 раза. То есть для нас идеальный показатель где-то от 60, от 80 даже уровень витамина D должен быть. Но если вы сдаёте его методом ИФА, делите сразу на 2, на 2, а то и на 3. Это будет более-менее что-то какая-то достоверная картина. Более точный анализ на витамин D делается методом массоспектрометрии. При достаточном уровне витамина D парагармон будет низким. Бывает парагармон ложно заниженный при действительном огне. Но этому активному витамину гормона ему нужно в клеточку попасть. Чтобы попасть в клеточку, он должен соединиться с рецепторами. И у кого-то по генетике этих рецепторов мало, тогда таким людям нужно большей дозировки витамина D. Даже мы в крови можем по анализам видеть уровень витамина D достаточно высокий, но в клетку он пробраться не может, потому что рецепторов мало. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Сегодня вторая часть нашей беседы с Ксенией Владимировной Маршак, доктором, врачом, который специализируется на показаниях, показателях крови на железе, на проблемах анемии. Причём, знаете, почему это видео важно посмотреть каждому человеку? Видели вы когда-либо, наблюдали за тем, что, например, идёте вы к врачу, а вы, к примеру, имеете такие проблемы, как усталость по утрам, разбитые в течение дня, мало сил, энергии. И вот вы не можете понять, в чём дело. Даже некоторые люди, которые убрали сахар из рациона питания, да, там лучше становится, но, тем не менее, бывает, что недостаточно. Что-то есть. Вы идёте к врачу, он говорит, идите сдавать анализы, вы сдаёте анализы, смотрите, и врач смотрит. И вроде бы всё в порядке, нет проблем. Ну, более-менее всё в порядке. А знаете, в чём тут проблема? А в том, что вы далеко не все анализы сдали врач, далеко не каждый является специалистом в такой очень глубокой, как оказывается, теме, и назначает зачастую совершенно недостаточное количество, неполный спектр тех или иных показателей вы можете, и тем более врач, вот, оценить. Так вот, сейчас вы узнаете, какие тут есть взаимосвязи, какие показатели необходимы, какие анализы нужно сдать, как их правильно расшифровать, понять, что означают какие показатели, какие нормы вы услышите конкретно должны быть. И я вас уверяю, это не только железо, ферритин, трансферин, гемоглобин, и там, посмотрите, ретроциты. Нет, это гораздо больше и глубже. Вот, считайте, что вам очень повезло, что вы смотрите это видео, потому что у вас есть сейчас шанс понять то, что, к сожалению, многие врачи не понимают. И тогда вы сможете не только профессионально, вместе с опытным и профессиональным врачом, понять, что делать, самое главное, как проблему эту убрать, а как следствие, то, что вы уберете те или иные проблемы, вы будете себя чувствовать человеком энергичным и бодрым, что, наверное, самое главное, да, и больше будет у вас работоспособность, успеете в течение дня больше сделать, прилив силы энергии вы почувствуете сразу, если вы найдете ту самую, а может быть, несколько проблем с несколькими важными показателями, и поймете, что, оказывается, есть скрытые проблемы дефицита железа, такие, которые вот по 5-6 показателям, которые вы и врачи обычно и знают, вы ничего, может быть, не поймете и не найдете. Вот так-то. И сейчас вы все это услышите. Более того, вы будете знать сами, лучше многих врачей, что же тогда делать, и вы сами сможете, вот в 99% случаев, сами сможете решить эту проблему. Что ж, Ксения Владимировна, добрый день. Добрый день, Юрий Андреевич, уважаемые зрители, добрый день. Меня зовут Ксения Владимировна Машак, я врач, врач превентивной медицины. Сегодня тема очень интересная, очень важная, потому что в анализах, я вам признаюсь, разбирается далеко не все. Эта тема очень-очень сложная. В прошлый раз мы с вами очень довольно подробно разобрали тему дефицита железа и кофакторов, которые необходимы для его усвоения, и почему очень важно использовать натуральные препараты, которые в себе уже включают и железо, и витамины группы В, В, витамин С. И сегодня перейдем к анализам. Наверняка многие из вас сталкивались с такой ситуацией. Есть какие-то жалобы, слабость, утомляемость, сонливость. Вы идете к доктору, сдаете какие-то анализы, приносите анализы, и вам говорят, все в норме, вы здоровы, не придумывайте, не выдумывайте. Наверняка у каждого такое случалось. Но согласитесь, если есть какие-то проблемы, если есть какие-то жалобы, это уже не норма. И давайте разберемся все-таки, что такое норма в анализах, и вообще какая она, есть она, она существует, или это все-таки какой-то мир. Сразу хочу на очень важный момент обратить внимание. Лабораторные референсы, которые вы получаете в бланках, в колоночках референсы, иногда лаборатория почему-то называет их нормами. Референсы к нормам не имеют никакого отношения. Референсы – это просто усредненные показатели. Допустим, обратилась в лабораторию тысяча человек, минимальное значение они такое получили, максимальный показатель такое, и выдают нам вот эту статистику. То есть это среднестатистические показатели. Но к норме это не имеет никакого отношения. Норму знает только клиницист, отталкиваясь не только от лабораторных показателей, но и от клиники, и от самого человека. Второй момент очень важный. Мы не оцениваем, мы не ставим диагнозы только по одному какому-то анализу. Будь то гемоглобин, будь то ферритин, будь то витамины группы В. Мы в комплексе должны оценить все вот эти показатели, все анализы. И уже увидев вот эту всю картину, целиком можем выставить какой-то диагноз, либо наоборот его снять. Поэтому, пожалуйста, никогда не выдумывайте себе какие-то диагнозы, не вычитывайте в интернетах какие-то страшные заболевания, если вы какой-то один анализ у вас выбивается из этих реперенсов. Следующий важный момент. Вот эти самые оптимумы, либо нормы, они очень-очень индивидуальны. Мы все с вами разные. У нас разный образ жизни. Кто-то занимается спортом интенсивно, кто-то растет, дети, например. Кто-то беременный, кормящий. Расходы тоже совершенно другие. У кого-то генетика особенная. То есть вот эти все значения мы должны еще привязывать конкретному человеку, конкретному пациенту. Мы лечим не анализы, мы не лечим человека по бумажкам вот этим, по лабораторным. Мы лечим пациента, человека целиком. Лабораторные анализы только помогают выявить какие-то вот отклонения. Это очень-очень важный момент. Пожалуйста, имейте это в виду. И какие же анализы мы оцениваем при постановке диагноза дефицит железа, либо аминьи? У нас их несколько. Первый, самый важный, конечно, это общий анализ крови и гемоглобин. У всех на слуху все знают, что нужно следить за уровнем гемоглобина. Безусловно, это так. Безусловно. Мне бы хотелось на самых-самых важных таких моментах остановиться. Я не буду углубляться в медицинские такие дебри. Самые важные пункты, чтобы вы для себя оставили. Гемоглобин должен быть достаточно хороших всегда уровней. У женщин он начинается где-то от 130-140, а у мужчин от 140-5-150, не меньше. Имейте в виду, что с каждым годом почему-то очень, ну, это, конечно, объяснимо, почему, но даже в лаборатории снижают вот этот нижний референс, все ниже и ниже он становится. Даже когда я училась в университете, он был где-то у женщин, допустим, там в районе 128-130, а сейчас он уже 120. То есть, представляете, все ниже и ниже нас опускают. То есть, считается, что чем даже с низким уровнем гемоглобина, человек вроде бы как здоровый. Конечно, это не так. Конечно, уровень гемоглобина должен быть достаточно хорошим, высоким. Но здесь тоже есть очень такой важный момент. Он должен быть истинным. Гемоглобин – это истинным, наполненным железом. Потому что часто при дефиците железа и при анемии гемоглобин может повышаться, ложно быть таким, ложно завышенным. То есть, гипоксия компенсаторно провоцирует завышение уровня гемоглобина. Это даже бывает и физиологические ситуации. Например, вы куда-то в горы уехали, там находитесь какое-то количество времени, кислорода в атмосферном воздухе меньше, организм испытывает гипоксию и компенсаторно повышает гемоглобин, чтобы снабдить все ваши клетки кислородом. Это физиология. Но есть патологии, например, артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни легких, либо длительное такое вот нахождение в гипоксии. Компенсаторно организм какое-то время помогает справиться с этой гипоксией количеством хотя бы гемоглобина. То есть, не качественным составом, а количеством. Но это, конечно, не бесконечное. То есть, рано или поздно гемоглобин при гипоксии все равно будет снижаться. Следующий важный показатель – количество эритроцитов. Эритроцит – это самая важная клетка, которая переносит кислород. Эритроцит мы должны холить или веять, он должен быть качественным, здоровым, гибким, эластичным, полноценным. Для того, чтобы протиснуться в мельчайшие капилляры, в мельчайшие сосуды, каждую клеточку напитать кислородом. Эритроцитов тоже должно быть достаточно. У женщин где-то 4-4,5, у мужчин 4,5-5. Эритроциты живут 100-120 дней, поэтому любая тактика по восстановлению дефицита железа и анемии должна вписываться в эти рамки. То есть мы не можем лечить человека от дефицита железа 2-3 недели или месяц. Мы как минимум 3-4 месяца этим занимаемся, потом обязательно делаем контроль и при необходимости какие-то дальнейшие профилактические мероприятия принимаем. Это очень важный момент, потому что очень часто месяц пропивает железо и на этом все дело заканчивается. Конечно, через месяц ситуация вернется в исходное состояние. Следующий важный момент не только количество эритроцитов, но и их качество мы можем оценить по общему анализу крови. Это такие показатели, как объем эритроцитов, MCV аббревиатура. По объему эритроцитов мы можем заподозрить уже дефицитное некоторое состояние. То есть в норме объем эритроцита должен где-то быть в районе 85-86. Это такой здоровый, хороший эритроцит. Если он уменьшается, микроцитоз это называется, это явный признак дефицита железа. То есть железный дефицит провоцирует уменьшение эритроцитов в объеме. Если эритроцит, наоборот, увеличивается, распластывается по объему, это признак дефицита витамина группы В. В9, В12. Очень часто это случается и омега-3 тоже в этом деле замешано. То есть когда мы видим крупные, большие эритроциты, сразу мы можем уже заподозрить вот эти дефицитные состояния. Чем опасен большой эритроцит? Из-за своего большого размера он не может протиснуться в мелкие самые капиллярчики, мелкие сосуды. Поэтому некоторые ткани, некоторые органы будут испытывать уже кислородный блок. Поэтому очень важно держать эритроцит в правильном размере. Следующий показатель это содержание и концентрация гемоглобина в эритроците. То есть насколько эритроцит наполнен гемоглобином. То есть эритроцитов может быть и по количеству достаточно, но внутри гемоглобина мало из-за того, что есть дефицит железа. Это показатель МСХ и МСХС по гравиатуре в общем анализе крови вы увидите. И вот этот МСХ он должен быть не менее 32, МСХС не менее 36. Это хороший наполненный железом эритроцит качественный. Но честно скажу, редко я такие показатели на первичном приеме вижу. Конечно, это нужно обязательно контролировать и восполнять дефицит железа. Еще один показатель это распределение эритроцитов. Они могут быть правильные хорошие эритроциты должны быть примерно одинакового размера одной формы. Это здоровые хорошие эритроциты. Но бывает так, что один эритроцит больше, один меньше, один какой-то кривой, косой. Это называется распределение эритроцитов по размеру РДВ показатель, РДВ. Примерно он должен быть 12-15%. Это правильно. Правильный такой размер эритроцитов. Это вот самое основное. Что еще? В общем анализе крови упомяну, что есть еще и лейкоциты и лимфоциты. Это клеточки иммунной системы, которые отвечают за иммунитет. Но понятно, что при дефиците железа будет страдать и иммунная система. Обязательно она не может работать в отсутствии железа. И как правило, в таких ситуациях лейкоциты снижаются, а лимфоциты наоборот повышаются. Это так называемое истощение иммунитета. Как правило, такие реакции мы еще видим при синдроме усталых напочек, при аутоиммунных заболеваниях. То есть лейкоцитов мало, лимфоцитов наоборот много. Но и железо это состояние только усугубляет. Дальше есть еще очень важные клеточки ретикулоциты. Тоже в общем анализе крови мы это смотрим обязательно, контролируем. Это молодые, незрелые ретроциты, которые только-только вышли из костного мозга. Костный мозг это место, где синтезируются ретроциты. Ретикулоциты это молоденькие ретроциты, предшественники. И чем их больше, тем выраженнее тоже гипоксия. То есть когда мы видим много-много-много вот этих ретикулоцитов, то есть костный мозг напряженно работает, пытается, пытается насинтезировать вот эти новые эритроциты. Это тоже говорит о гипоксии. И по ретикулоцитам мы делаем контроль наше лечение, наше лечение. То есть через месяц задаем анализы, если они повышаются, то мы все верно делаем. То есть мы в костном мозге запустили кровотворение. Это общий анализ крови, без которого мы вообще никуда не двигаемся. Но это, конечно, далеко не единственный анализ, по которому мы оцениваем дефицит железа. Следующий очень важный белок, который мы оцениваем трансферин. Трансферин, что это такое? Это белок-переносчик железа, который мы с вами съедаем с продуктами питания, либо с препаратами, с добавками, должно усыпаться в кишечнике, и должно подхватиться транспортером, каким-то белком-переносчиком. Железо само по себе и не циркулирует в кровотоке. Это элемент, который постоянно подвергается окислению, и нужен кто-то, кто его будет связывать. Так вот этим транспортером является белок-трансферин. Трансферин, на самом деле, сегодня я вижу колоссальный дефицит этого белка. Вкупе с общим дефицитом белка, очень сильно страдает и белок-трансферин. И поэтому применяя препараты железа, очень важно поднимать именно уровень трансферина. И далеко не все препараты показаны при дефиците трансферина. Потому что мы можем этим железом объесться, но усвоения и транспортировки в дальнейшем его не будет. И, конечно, огромным преимуществом здесь обладают растительные препараты на основе клеточного сока пихты, на основе сибирской пихты. Потому что там очень богатый комплекс аминокислот. То есть сами аминокислоты уже повышают уровень этого трансферина. Плюс железо там находится в очень легко доступной, легко усваиваемой форме, форме термальтольного комплекса. То есть это такой комплекс, который легко проникает, усваивается в просвете кишечника и легко усваивается в кровотоке. Это огромнейшее преимущество, когда у нас у пациентов выраженный дефицит железа, когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, когда он не может переносить какие-то лекарственные препараты, когда у него есть воспаление. То есть не все препараты железа показаны при воспалении. То есть в этом плане растительный препарат, в том числе пехтель, огромным-огромным преимуществом обладает. Трансферин каким должен быть? Не менее двух с половиной, а лучше три. То есть это достаточный уровень белка для того, чтобы перенести вот это все железо из кишечника. Очень важен еще коэффициент насыщения трансферина железом. Это уже более такой точный анализ, который показывает насколько вот этот белок трансферин укомплектован, упакован этим железом. И вот этот коэффициент насыщения должен быть где-то в районе 45%. То есть часто при дефиците железа вроде бы даже и трансферин есть, но внутри он пустой. То есть внутри у него нет железа. Видите сколько много нюансов при оценке комплексной ситуации. То есть должен быть трансферин и внутри этот трансферин должен быть наполнен железом на 45%. Это очень хороший показатель. Следующий показатель это железосвязывающая способность сыворотки. Очень сложное название, но смысл ее какой? По этому показателю мы оцениваем насколько наша кровь, насколько наша сыворотка готова связать железо. И чем выше вот этот показатель, тем выраженнее дефицит железа. То есть когда железа в организме недостаточно, сыворотка уже не захватывает много железа, ей его достаточно. И общая железосвязывающая способность сыворотки где-то на нижней границе референса, ну может быть треть занимает. А если у нас дефицит железа выражен, и вот это железосвязывающая способность сыворотки огромная, она готова связать все, любое малейшее железо попадает в сыворотку, оно быстренько связывается. И уже СС вот этот показатель бывает очень высоким, то есть он часто выходит даже за верхние границы референса, это яркий признак дефицита железа, то есть мы тоже показатели всегда оцениваем. Следующий наверняка конечно все о нем знают это ферритин. Ферритин это важный белок хранитель железа, такой наш сундучок, в котором хранится все железо про запас на случай каких-то экстренных ситуаций, на случай инфекции, на случай стресса, на случай серьезных каких-то физических нагрузок везде нужен расход железа, кровопотери у женщин случаются ежемесячно, опять нужно это железо восполнять, вот для этого нам нужен ферритин, каким он должен быть, вот здесь просто бесконечные какие-то споры, разговоры, каким же должен быть этот ферритин, я вам скажу, что верхней границы нормы, нормы не существует, он очень-очень индивидуальный, мы все с вами разные, кто-то родился с огромной мышечной массой такой, тяжелоатлет, понятно, что ему нужно эти мышцы прокормить кислородом и железом, и такому человеку нужен ферритин достаточно высокий, а кто-то худосточный и занимается каким-то нефизическим трудом, расходы железа совершенно другие, понятно, для него норма будет совершенно другая, беременная женщина, опять же, растет новая жизнь в организме, которая сама по себе железо требует, ему человеку опять же должен быть другой уровень ферритина, то есть нет, нет вот этих норм, верхней границы нет, норма должна быть такая, чтобы не было клинических проявлений дефицита железа, у кого-то этот ферритин может быть 100, у кого-то 120, а у каких-то спортсменов профессиональных, которым должен быть запас железа, 300 может быть, но мы с вами должны быть уверены, что ферритин этот истинный, что он невоспалительный, потому что часто после каких-то острых инфекций, либо хронических воспалительных заболеваний, ферритин повышается, но это не значит, что достаточно железа в организме, это говорит о том, что клетки разрушаются, и ферритин просто подхватывает вот это железо из разрушенных клеточек, то есть это не истинный, неправильный, такой нездоровый ферритин, мы всегда это дифференцируем, и задача наша держать хороший ферритин на достаточно высоком уровне, но по последним данным, есть американская ассоциация гастроэнтерологов, они упомянули, что ферритин менее 45, это уже он имеет, то есть мы даже по гемоглобину еще можем, как там вытягивает нас организм, но уже если ферритин менее 45, все, скоро гемоглобин упадет, скоро он рухнет, и железо исчезнет, вот, но условная константа, которую мы часто пользуемся, это вес плюс 70, то есть условная норма для минимальной, хотя бы минимальной, которую мы должны с вами поддерживать, посчитайте, вес плюс 70, вот, примерно таким ферритин ваш должен быть, но правильным, здоровым, с учетом того, что другие все показатели, которые мы с вами проговариваем сегодня, они тоже правильные в норме, верритин, наверное, основные моменты по нему все, потому что кто-то говорит, он должен быть там 30, кто-то 70, я вот свою позицию высказала, еще один показатель, который я тоже часто оцениваю, это лактат, лактат это молочная кислота, по ней я смотрю, насколько организм закислен, потому что в условиях гипоксии весь организм находится в закислении, спортсмены это очень хорошо знают, когда какие-то интенсивные физические нагрузки, на следующий день мышцы где-то побаливают, какая-то крепотую появляется, это вот тот самый лактат, то же самое происходит с организмом, когда нет железа, нет кислорода, закисает, все закисает, и лактат повышается, он должен быть где-то, ну до единицы, до единицы лактата, это говорит о том, что раскисления нет, если мы видим лактат выше, то конечно сразу мы должны меры предпринимать, это защелачивание организма, защелачивание питье, антиоксиданты, в том числе растительные антиоксиданты, опять же возвращаясь к пиктелю, это великолепный препарат, который вот на все моменты действует, антиоксидантов там огромное количество, и он тоже способствует снижению уровня лактаты и повышению усвоения железа, потому что когда лактат высокий, железо, не каждое железо усвоится еще у нас в организме, то есть мы должны еще среду подготовить для того, чтобы это железо пошло впрок. В прошлый раз мы с вами еще говорили про факторы, которые помогают усваиваться железу, это витамины группы В, это белок, витамин Д, омега-3, конечно, безусловно, мы их тоже по анализам оцениваем. Белок, какой должен быть белок, чем выше, тем лучше, но как минимум 75-80, это самый такой нижний предел, то есть ниже мы не должны опускаться, белок, это строительный материал всего нашего тела, мы все состоим из белка, и клетки, мышцы, волосы, ногти, гормоны, ферменты, это все белок, это все белок, те же эритроциты, тот же гемоглобин, это все белок, поэтому белок должен быть достаточно высокий, вообще по идеальному он вообще должен стремиться к стару, это идеальный показатель. Еще кроме лабораторных анализов белок, мы можем с вами оценить еще по биомпедансному анализу тела, очень хорошее исследование, которое мы тоже проводим своим пациентом, качественный состав тела измеряется, и там очень хорошо видно, насколько этого белка хватает организму, потому что бывает даже в анализах он где-то приближается к норме, к 75-74, допустим, а по биомпедансу видим, что нет, этого недостаточно, то есть мышцам, чтобы вырасти белка, достаточно больше нужно, то есть мы в комплексе опять же соединяем несколько видов исследований, чтобы полную картину представлять. Дальше, следующие кофакторы это витамины группы В, как правило, мы В9, В12 в основном оцениваем необходимые витамины для кроветворения, без них нет синтеза новых эритроцитов в костном мозге, вот почему мы так много внимания им уделяем. Витамины группы В по анализам должны быть верхней границы референса, но что касается В12, это где-то тысячи, а то и полторы тысячи, сейчас референсы поднимаются по витаминам группы В, В9 тоже должен быть на верхней границе референса. Если, например, витамин группы В12 ниже 500, это уже выраженный дефицит, это уже дефицит, такой, без восполнение которого мы не восполним уровень железа полноценно. В9 удивительно, витамин В9 фолиевая кислота очень легко можно получить с продуктами питания, это вся зелень, это все зеленые овощи, но тем не менее огромное количество пациентов находится в дефиците этого витамина, то есть люди не едят перчатку, не едят зелень. Здесь я должен сказать, пояснить, проблема-то вот именно, понимаете, как и проблема с кальцием, кальция везде много, вопрос в том, что люди едят вареную жареную пищу, а кальций, вот что будет с водой, когда вы ее скипятите, куда карбонаты выпадают, в осадок, да? Так в продуктах вареных, жареных, что они не выпадут, там что, другая физика, та же самая, вот проблема, это раз, а что касается фолиевой кислоты, витамина В9, то действительно в зелени, вот все, что зеленого цвета, там его полно, но вопрос в том, что едят люди, они же едят, вот перекусы, печеньки, всякая гадость химическая, которая произвела химическая или там фармпищевая промышленность, они сейчас уже в симбиозе находятся фактически друг с другом, но это опять-таки та вареная жареная, ведь люди почему-то не хотят, ну, верить или понимать, вернее, что очень многие витамины, в том числе, я уж не говорю про ферменты, которые вообще все разрушаются от термообработки, ферменты, потому что там предел 45 градусов для каких-то 50, то витамин С, например, разрушается при 70 полностью, вообще, почему легко и раньше зарабатывали цингу, когда все варили, варили, жарили, боясь подцепить инфекции, когда эпидемии в основном везде были, да, и спасало, кстати, в Сибири как раз хвоя, между прочим, да, так сказать, от цинги, это знают многие, или брали с собой бочки с квашеной капустой, потому как там все-таки, особенно с клюквой, потому что там витамина С много, когда на судах ходили, так вот, а В9 витамины, вообще вся группа В, только В12, это термостойкий витамин, который выдерживает высокие температуры, а остальные практически все разрушаются при высоких термообработках, поэтому люди, поскольку салаты едят, если и едят, то один листик где-нибудь в гамбургере, но это не считается, что человек съел зелень, поэтому правы те, в том числе импортные, не будем называть, показывать пальцами доктора, которые говорят, что есть надо несколько мисок салата, вот буквально, вот такой объем большой в день, имеется в виду укропа, петрушки, кинзы, можете в прикуску, можете в виде порезанного салата, это не имеет значения, но это важно, либо тогда получать эти витамины дополнительно, но я советую в этом случае, в этом случае, не мультивитаминами, не дай бог, там антагонистами являются половина друг друга, это вообще самая страшная вещь, мультивитамины, как антибиотики по опасности, а я советую натуральные, ведь и есть хлорелла, есть спирулина, да, та же самая, где это концентраты витаминов группы В, там В9, вот будет выше крыши, и В1 будет, и другие важнейшие витамины группы В, вот, а что я еще хочу добавить, вы очень интересные, много важной информации дали, но я хочу дополнить, вот что, красный костный мозг, вы сказали, вот идет синтез, да, эритроцитов, есть в науке сейчас совершенно уже, ну, достаточно давно, вторая версия, и она очень, на мой взгляд, логичная, все-таки идет сборка, не синтез, а сборка, дело в том, что молекула хлорофила, ну, вот, структура хлорофила, эритроцита, и, вот, цианкобаламина, практически идентичны, там одинаковое количество атомов, и разница только в том, что в центре в одном случае стоит атом, значит, железа, ну, вот в эритроците, в другом хлорофиле магния, а цианкобаламина кобальта, и вот идет замещение просто, то есть, из хлорофила как раз, почему нам так важна зеленая пища, то есть, когда магний уходит, на его место становится железо за счет именно кобальта, вот посредником здесь является, как раз витамин В12, почему он здесь так важен, вот скорее всего идет такая, значит, цепочка, то есть, идет именно сборка там, в красном костном мозге, но это не так важно в том смысле, что в любом случае, в одной теории или в другой, в любом случае истинно не меняется, нам в жизни необходимы витамины и В9, и В12, вот именно говоря о железе, потому что понятно, что все витамины нужны, да, если уж они есть, но вот именно говоря о железе, и я прошу, знаете, что сделать, я думаю, давайте мы это сделаем, пусть это вас не затруднит, люди, конечно, и совет я дам переслушать, и записывать, конспект делать, но давайте мы упростим эту задачу, вы могли бы подготовить, текстом написать, перечислить те анализы, вот то, все, то, о чем вы говорили, какие компоненты должны быть в пределах, то есть, минимальное, реальное, не реферальное значение, а физиологическое, необходимое, такое-то, ну, скажем, от и до, или от, а до, значит, пропускаем, то есть, там, до любого значения может быть, тогда человек взглянет, поймет, ему легче будет даже воспринимать довольно-таки насыщенный, да, объемный текст, это вот очень важно, ну, то есть, ваше вот это выступление. Конечно, лучше восприниматься, да, конечно, ага, ну, я, знаете, перебил, давайте тогда дальше, да, значит, на чем мы остановились. Гликированный гемоглобин, тоже я тоже всегда оцениваю, гликированный гемоглобин, что это такое? Это гемоглобин, но который подвергся гликации, по-простому, засахаренный, то есть, вот тот избыток сахара, который съедает человек, с чаем, чай сладкий, с молоком, печенюшки, макароны, выпечка любая, любые какие-то подсластители, скрытых сахаров огромное количество, вот этот избыток сахара, ему нужно куда-то деться, и избыток сахара, это всегда токсичное, такое токсичное состояние, этот сахар начинает склеивать белки, причем белки долгоживущие, те, которые существуют длительное время в нашем организме, и одним из долгоживущих белков является гемоглобин, мы с вами говорили, что эритроциты живут 100-120 дней, и гемоглобин точно так же живет, поэтому вот этот гликированный гемоглобин уже теряет свою правильную функцию, какая основная функция у гемоглобина? Отдавать кислород и забирать углекислый газ, и гликированный гемоглобин у него нарушается отдача кислорода, то есть вот эта диссоциация уже затруднена, поэтому гемоглобина, даже мы можем по общему анализу крови увидеть нормальное количество, но если он гликированный, мы уже понимаем, что в гипоксии находится человек, потому что отдача кислорода будет затруднена, очень важный показатель. Гликированный гемоглобин мы держим до 5%, не выше, то есть чем выше, тем ближе сахарный диабет второго типа, обязательно этот анализ контролируем, и на самом деле вот этот гликированный гемоглобин, он даже быстрее разрушается, то есть это уже не такой правильный, не такой гемоглобин, который там 120 дней живет, как правило, он живет меньше уже количества и разрушается, вот, это публикации. Следующий кофактор витамин Д, почему витамин Д, невозможно ни одна функция в организме, опять же, без этого витамина гормона, потому что он и регулирует работу иммунитета кишечника, где происходит все усвоение, без витамина Д микрофлора нормальная не живет, поэтому одна из причин дефицита железа, это дефицит витамина Д, и вот с витамином Д тоже очень-очень много путаницы, неразберихи. Я всегда смотрю несколько параметров, то есть мы можем оценить и сам витамин Д крови, но знаете, что вот анализ, который смотрит большинство лабораторий методом ИФА, он очень сильно завышает, завышает этот показатель в два, иногда даже в три раза, то есть мы, для нас идеальный показатель там где-то вот от 60, от 80 даже уровень витамина Д должен быть, но если вы сдаете его методом ИФА, делите сразу на два, на два, а то и на три, это будет более-менее что-то какая-то достоверная картина. Более точный анализ на витамин Д делается методом масс-спектрометрии, но это очень мало лабораторий, которые этим занимаются, и метод достаточно дорогостоящий. Вот, поэтому что же делать, как нам оценить, усваивается витамин Д или нет, мы смотрим парадгормон, паратериоидный гормон, гормон, который вырабатывается, синтезируется с парасчетовидными железами, участвует в кальцио-форсиспорном огнении, и при достаточном уровне витамина Д, парадгормон будет низким, то есть такие как бы качели, то есть когда витамина Д много, парадгормона мало, и наоборот, и он должен быть, парадгормон должен быть на нижней границе референса, лаборатория разные референса дает, но ориентируйтесь на нижнюю границу, вот тогда мы можем говорить о том, что да, витамин Д зашел в клетку, попал в клетку, и уже начал свою функцию, но опять тут тоже есть свои нюансы, бывает парадгормон ложно заниженный, при дефиците магния, тоже такие очень тонкие моменты, поэтому вот когда первичный ко мне человек приходит, я тоже по витамину Д сразу несколько параметров оцениваю, и контроль обязательно делаем через пару месяцев, но контроль должен быть по парадгормону обязательно. Аксинь Владимировна, давайте здесь важный совет дадим людям, вот посмотрите, дорогие товарищи, как все у нас сходится, очень многое на зелень, вот вы сразу уберете кучу проблемы, то есть вот дефицит магния, у вас его не будет, если вы будете есть несколько вот таких мисочек, зелени в день, не может быть дефицит, вот все, что зеленого цвета, это за счет как раз пигмента хлорофила, да, и в основе там магний, то есть не будет, раз, группа Б, ну кроме Б12, проблем не будет ни с какими группа Б, кроме Б12, да, там, потому что Б12 растительной пищи нет, и то там есть исключение, в хлореле есть на самом деле, ну, допустим, еще про гликированный гемоглобин, вот пару слов, вот смотрите опять, вот сколько у меня на канале видео, сотни последних видео, и какой бы темы мы ни касались, всегда организм страдает при повышенном сахаре в крови, да, и соответственно при повышенном инсулине, когда возникает инсулинорезистентность, это предвестник, уже первая ступень на пути к диабету второго типа, но, кстати, бывает часто, что люди живут с диабетом второго типа, но не ходят к врачам, плохо себя чувствуют, так сказать, неважно, усталость, и даже не знают, что у них уже есть диабет второго типа, такое бывает, значит, я даже знаю известных людей таких, Корнелюк, что ли, по-моему, или как его, певец-то вот известный, который 25, когда у него было, он только узнал, 25, когда ему сделал, вот такое бывает, это просто для опыта, так сказать, для жизни, вот скажу, что такое бывает, что когда у людей 20-25, только они узнают, что у них диабет второго типа, такое бывает, потому что люди свыкаются сейчас с тем, что вот они уже устали утром, уставшими встали, потом разбитые, потом, ну и в основном, вот в основном, кроме каких-то особых патологий, в этом виноват повышенный сахар и повышенный инсулин, потому что люди мало двигаются, много едят сладкого, а мало едят зелени, и растительные вообще, живой тем более, пища растительной, и вот в этом основная проблема, плюс огромное количество факторов, которые добавились в наши дни за последние 30 лет, это вот совсем уж нахимизированная пища, да, и много-много других проблем, то есть бедная витаминами, потому что минералами, потому что выращивается на почвах, которые истощены уже фактически, и откуда организм будет брать эти важные нутриенты, ну вот ниоткуда получая, а тем более люди скептически, многие сейчас настроены, говорят, «О, БАДы», и начинают какую-то у них как красная тряпка для быка, БАД это биологически активная добавка, та же хлорелла, спирулина, то есть уже более природных компонентов не найти, но это именно вот водоросли, микроводоросли, причем это что такое? Для пищевой цепи в морях, океанах, реках, озерах, и это, и похожие, подобные, ну вот как хлореллы, вгленно-одноклеточные, да, водоросли, они являются основой для экосистемы всей, то есть на ней существует зоопланктон, зоопланктон поедают рыбы и прочее, и вот это вот все консументы первого, второго, десятого порядка, в экологии это называется, потребители-консументы, вся экосистема, все трофические связи живут как раз на этой основе, а почему? А потому что там самая высокая концентрация питательных веществ, там есть практически все, и жирные кислоты, и витамины, и кстати B12, и кстати B12, потому что синтезируют-то некоторые бактерии, но не на всей цепочке в экосистеме, от простейших они синтезируются, то есть синтезируется B12, а вот изначально есть, кстати, между прочим, морские водоросли, которые тоже содержат, ну это такие симбиозы с бактериями, тоже содержат, так сказать, B12 витамин, так же как, например, D3 витамин, говорят, животной пищи нет, не только, например, лишайники синтезируют, это водоросли с грибом, синтез, да, симбиоз, они тоже синтезируют витамин D3, ну вот это, собственно говоря, в своих лекциях все объясняю, но вот это важно было тоже пояснить сейчас. Про витамину D, конечно, еще очень важный момент, это генетика, генетика обязательно тоже мы стараемся отслеживать, потому что вот тот самый витамин D, который мы с вами съедаем, либо с продуктами питания, либо получаем с солнцем, либо с какими-то добавками, это не активный витамин D, это предшественник, ему нужно еще превратиться в активный D, активный гормон, и вот этот процесс перехода, он зависит от фермента, от работы фермента, который у некоторых сниженную активность, мы это смотрим по генетическим тестам, и еще другой момент, это чувствительность рецепторов, то есть даже прошел процесс активации неактивной витамин D, перешел в активный, но этому активному витамину гормона, ему нужно в клеточку попасть, и чтобы попасть в клеточку, он должен соединиться с рецепторами, и у кого-то по генетике этих рецепторов мало, тогда таким людям нужно большей дозировки витамина D, даже мы в крови можем по анализам видеть, уровень витамина D достаточно высокий, но в клетку он пробраться не может, потому что рецепторов мало, поэтому мы не можем только по одному анализу на витамин D судить о том, достаточно человеку его или мало, поэтому есть еще генетика. А как понять, что рецепторов мало, какие конкретные исследования и показатели здесь? Это генетические тесты, генетические тесты сейчас это очень распространено, это делается, и достаточно недорого на самом деле посмотреть этот анализ, делается раз в жизни, но ты уже знаешь, какая у тебя чувствительность рецепторная, называется ВДР-рецепторы, ВДР-рецепторы это чувствительность к витамину D, вот именно на клеточках, а активность фермента, фермент называется 1-альфа-гидроксилаза, который переводит не активный витамин D в активный, он раньше считалось, что он работает в почках только, но современные исследования показали, что этот фермент присутствует в каждой клетке, представляете, то есть вот каждая клетка синтезирует активный витамин D, то есть насколько он нужен организму, и мы сейчас активно делаем вот эти анализы, очень часто я вижу рецептор, вот это снижение рецепторной чувствительности и снижение активности фермента, и что мы видим, мы как это можем увидеть, то есть человек принимает витамин D, но клинически я не вижу компенсации по витамину D, продолжаются вот эти слабость, утомляемость, выпадение волос, гипогонодизм, то есть снижение уровня половых гормонов, какие-то аутоиммунные процессы и так далее, то есть даже мы бывает месяцами-месяцами пытаемся дозировку увеличивать, и тем не менее не помогает, вот, ну тут у нас есть выход, есть препараты сейчас активного витамина D, но это только с врачом, конечно, это уже не самодеятельность, вот, ну чтобы вы знали, что есть ещё очень важный вот этот момент генетика, то есть это персонализированные, такие назначения индивидуальные, мы все разные, каждый из нас эмикальный. Но разные всё-таки давайте внесём, а то прям как будто нас тысячи видов, нет, то есть говоря о витамине D3, разные имеют в виду, есть эта проблема вот с генетикой, в плане фермента конкретного, либо её нет у человека, то есть тут два варианта, правильно? С ферментом, да, и с рецепторами. Ну да, то есть вот, соответственно, либо-либо, то есть тут не тысячи вариантов, и найти это можно вполне. Да-да, конечно, это всё легко сейчас делается, это несложно. Вот она только разница и особенности. Но, кстати, в наше время, и на этом сходятся многие, ну скажем, прогрессивные врачи, да, во всём мире, что всё-таки сейчас надо принимать, есть какая-то проблема глобального масштаба, всемирная, это может вообще с какими-то космическими связанными явлениями мы не можем понять, почему сейчас так стало за последние 20, вот буквально лет, у всех, в принципе, есть людей дефицит Д3, так или иначе, практически у всех. И поэтому надо принимать минимум 5, а лучше от 10 тысяч МЕ в сутки. Абсолютно, я согласна, абсолютно, да. Не менее, не меньше. То есть даже если у меня нет никаких анализов, сразу на старте назначаю именно такие дозировки. Да, причём тут некоторые будут бояться, не много ли, значит, были эксперименты, когда 3 месяца люди 100 тысяч в день принимали, и проблем никаких нет, так что 10 тысяч, это просто от финансов, так сказать. Можете и 10, и 20 спокойно принимать, хуже вам не будет, только лучше. Конечно, конечно. А если случается какая-то инфекция, парадромы, сразу мы дозировки сразу повышаем. Какой-то стресс, какой-то перелёт, какая-то физическая нагрузка интенсивная, то же самое. Да, или вот как были эпидемии, разные вирусные и так далее, то зимунные нагрузки, тогда и цинк обязательно, тройную дозу от рекомендованной на упаковке, тройную, и, естественно, D3 и там 20 тысяч вполне нормально. Да, да, согласна, абсолютно согласна. Ну, по витамину D основные моменты проговорили. И, наверное, ещё я упомяну про омега-3. Омега-3 тоже незаменимый кофактор в усвоении железа. Почему? Потому что омега-3 – это строительный материал мембраны любой клетки, в том числе и эритроцита. То есть без омега-3 эритроцит не будет качественным, он не будет здоровым, он потеряет свою эластичность, потеряет свою гибкость, он будет подвержен вторжениям, тем же самым, как это вирус и так далее. То есть омега-3 – это как бронежилет, защита мембраны каждой клеточки. И омега-3 мы тоже можем посмотреть в анализах, называется это омега-3 индекс. Он должен быть не менее 8%, а лучше, конечно, лучше, чтобы он был выше, то есть 10, 12, а то и 14, 15%. То есть если есть уже какая-то хронизация, какое-то хроническое воспаление, какое-то уже заболевание, там суставы болят, какой-то иммунный процесс, воспаление какое-то, омега-3 индекс мы всегда должны удержать на более высоком уровне. И здесь тоже есть такие лабораторные нюансы. Лучше смотреть омега-3 индекс в капле крови, то есть не в сыворотке, а именно в капле крови. Почему? Потому что нам важно оценить вот эту концентрацию вот этой омеги именно в мембранке, в мембранке, клеточке. Проще всего посмотреть элитроцит. Это самый простой способ какую-то клеточку из нашего тела увидеть и посчитать количество, состав ее мембраны. Это делает тоже только там одна лаборатория московская, но когда эти смотрят в сыворотке крови, это пустой анализ, не информативный. То есть там смотрят просто в концентрацию вот этой омега-3 в сыворотке, в циркуляции, но ни в клеточке, ни в мембране. Вот имейте в виду. То есть не надо сдавать ненужные анализы. Если делать что-то правильно, точное, точно так же, как с витамином Д, то есть вот этот не информативный метод, он может нас с толку сбить. Все-таки есть ли такие анализы вот из тех показателей, что вы называли, когда высокий показатель, да, высокий по конкретному пункту, может говорить о какой-то проблеме? Так, ну вот, может быть, вернуться, если в общий анализ крови, высокий гемоглобин, высокий эритроцит, есть такое понятие эритроцитоз, перенасыщение, когда перенасыщение железа, есть такие генетические заболевания, но это редко встречается, но мы должны об этом помнить. Врачи всегда это должны держать в голове, уже тогда диагностику другую должны проводить, уже разбираться, в чем причина. То есть, когда мы видим клинику дефицита железа, эпоксию какую-то, но при этом повышенный гемоглобин, чрезмерные эритроциты, то здесь какая-то уже другая патология. Может быть, из общего анализа крови соя высокий, высокий соя, скорость оседания эритроцитов. Скорость оседания эритроцитов, она, конечно, тоже напрямую зависит и с дефицитом железа связанным, то есть, чем выражен дефицит железа, тем соя будет выше, но не настолько высоким, как, например, при каких-то хроническом воспалении, либо онкологии. То есть, вот тогда мы тоже как-то углубляемся в поиски, либо делаем, пересдаем анализ какой-то. То есть, когда мы сразу видим на первом приеме, что-то явно выбивается из общей картины, лучше всегда пересдать и дальше такая тактика устраивать в обследовании, в лечении. Ну, это вот самые основные. Но у меня на самом деле есть такая шпаргалочка, я могу поделиться с вашими подписчиками. Очень хорошо. Мы ее, знаете как, мы ее дадим по ссылке вот под пехтелем, препарат, который вот из пехты делается, добывается и решает вот сразу, ну, если не все, то большую часть проблем, тех, о которых мы сейчас, вот вы рассказывали, с железом, с ферритином и не только, да. Там тогда под этим товаром будет ссылка подробнее посмотреть. И туда мы все эти, вложим, кстати, вот эти анализы, вот то, что вы сейчас, ну, мы с вами договорили, что вы пришлете, дадите такую тоже бумажку, шпаргалку и вот эту, о которой вы только что сказали. Вот, ну, может быть, знаете, какой сразу я тут, вот мне пришла, B12, тот же самый B12 у нас бывает завышенный, очень завышенный, то есть человек даже не принимает никакие препараты, а B12 очень высокий. Это часто бывает при дисбиозах кишечника, при, когда патогенной микрофлоры, она тоже сама синтезирует вот этот витамин и вроде бы в кровотоке он есть, но он не идет на усвоение. Вот такое встречается. То, что я так быстренько вспомнила. Но это особая форма, видимо, B12. Да, да, да. Которая, вот, видимо, нам она не подходит. То есть она как-то и улавливает анализаторы. С B12 очень важно сдавать гомоцистеин, то есть, чтобы смотреть. Гомоцистеин, потому что он напрямую зависит от метильных этих форм, B12, B9, которые присутствуют. Возвращаясь к нашему препарату, я просто когда стала разбираться в составе, насколько вот он богат, эпифтель, то есть это на самом деле уникальная такая возможность в одной ложке получить все, что необходимо для полноценного усвоения железа. Это и железо в легко доступной форме. в форме ферромальтольного комплекса. Кстати, вот ферромальтольный комплекс уже с 2016 года одобрен и FDA, это Американская ассоциация по контролю качества лекарственных препаратов, продуктов питания, и в Евросоюзе, то есть одобрены как именно лекарственные препараты для восстановления уровня железа. Но лекарственный препарат, а здесь он у нас натуральный, созданный самой природой. То есть это, конечно, совершенно другая форма, другое усвоение. И это комплекс антиоксидантов как раз вот к вопросу защелачивания, снятия вот этого окислительного стресса, который всегда присутствует при гипооксии. Это и комплекс витамина С, витамина тех же группы В и минера, тот же магнит, он, конечно, тоже присутствует. В целом, конечно, препарат, когда сочетание вот этих всех микро-макроэлементов в одном флаконе, это намного больше преимущество, чем мы будем это всё по отдельности кушать. Железо отдельно, витамин С отдельно, В-12 отдельно. А я, да, вы знаете, а я ещё дам такой совет, то есть вот нашим зрителям, особенно кто следит за моими видео, вы, наверное, смотрели уже три видео про препараты, ну это ещё советского профессора Исаева, уникальные разработки. И в частности, вот есть такой латтл с селеном, антиоксидантный комплекс, когда вместе, то есть соединили определённые антиоксиданты и выявили, что, по-моему, я сейчас не ошибаюсь, в 57 раз, ну примерно такой порядок, работают выше этот комплекс, чем отдельно взятые антиоксиданты. Это вот смогли получить в 80-е годы такие результаты, огромные средства на это советское государство потратило тогда, но вообще не только на это, в частности, вот после Чернобыля была поставлена задача, чтобы создать препарат, который выводит родинуклиды из организма, это был создан препарат Марина, так называемый, с таким названием, и так далее. Так вот, это вот касаемо антиоксидантов, то есть тогда будет присочетать, а это совместимо, я к чему это говорю, что пихтель растительный препарат совместим безусловно с антиоксидантами другого ряда и с жирными кислотами, и вот как раз там основа-то идут полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты во всех препаратах, это базис, основа, вот так они важны, профессора Исаева. Вот, и что касается Д3, того самого, не просто усвояемого, а который элементарно переходит, так сказать, в ту нужную нам форму, это вот как, не странно может быть, но оказалось, к сожалению, скоро его уже такого, ну, на российском рынке не будет, но пока еще есть у нас, это как раз тот самый полученный из лишайников, вот полученный из лишайников, причем там витамин Д3 и К2 есть, тот самый, потому что еще раз напомню, Д3 необходим для тысяч процесса в организме, но люди в основном помнят про тот самый кальций, так вот, скажу, что кальций всегда достаточно, проблема только в том, и когда развивается остеопороз, и что вроде кальций не усваивает, в том, что недостаточно Д3 витамина, который этот кальций доносит в кость, а второе, витамин К2, который удерживает кальций в кости, то есть не дает ему оттуда выходить в мвадс, вот почему так важен комплекс Д3 плюс К2, кстати, вот он как раз вот в этом продукте масло 4 в одном есть, и то, и другое плюс омега-3, ну, в общем, короче говоря, это мои видео про Д3 были несколько, тоже ссылочки оставлю, кому будет интересно, посмотрите, вот, Сергей Владимирович, что еще, или в принципе все по анализам, которые нам могут раскрыть вот все эти тайны. Самые основные, я вот озвучила, то есть глубже копаться, это уже такие тонкости, нюансы, то есть это самое основное, чтобы люди понимали, мы не можем оценить только по одному гемоглобину, гемоглобин у меня нормальный, у меня, значит, все в порядке, далеко не всегда все в порядке, либо ферритин, высокий, низкий, чтобы какое-то вот понимание было, что с этим делать, то есть по железодефициту вот этот комплекс, он такой самый базовый, самый основной, то есть вот имея его на руках, уже есть картина хорошая, картина того, что, с чего стартовать, либо мы одно железо должны быстренько, быстренько восполнять, либо нам нужно сначала витамины группы В восполнить, а потом к железу переходить, либо использовать вот такие комплексные растительные препараты, которые идеальным являются средством и для профилактики, когда в целом человек находится в норме, но компенсация должна быть постоянная, либо мы не можем датировать, допустим, какие-то синтетические препараты, учитывая, что расстройство кишечника, нарушение там, дисбиоз какой-то, хроническое воспаление, не любое железо усвоится, вот тогда мы прибегаем именно к растительным препаратам, которым идеальным, конечно считается вот на основе пихтей, пихтей это будет идеальным вариантом. Ну, давайте тогда подведем итоги, я вот сначала скажу, а если что пропущу, вы мне добавите. Значит, какие советы можно дать? Во-первых, периодически сдавать вот эти, хотя бы раз в жизни, вот сейчас, если у вас есть хоть какие-то симптомы, усталость, вялость, апатия, усталость, сдать анализы все эти, о которых шла речь, чтобы понять вот эти причинно-следственные связи, вы тогда сами уже имея вот эти знания теперь, сможете многое понять. Ну, это раз, во-первых. Во-вторых, больше есть зелени, в любом случае это необходимо. Если вы добавите к рациону питания хлорелу спирулину, как концентраты этих натуральных питательных веществ, особенно витамины группы В, магния там, и так далее, это будет только великолепно. Потом, как можно меньше есть сахара сладкого. Помните, что сахар в любом случае негативно влияет на все процессы, на все органы и системы, и вызывает и воспаление в организме, и вот тот самый гликированный гемоглобин, так сказать, и прочие-прочие другие беды. Так, значит, что касается Д3, обязательно принимать. Сейчас у всех его дефицит в той или иной степени и мере, поэтому натуральный только вот надо, единственное, искать Д3. Это еще один момент. В-четвертых, это необходимо принимать сейчас всем людям. В наше-то время, когда фактор воздействия на организм человека столько много негативных, антиоксиданты различные. Здесь убить сразу не двух зайцев в кавычках, а там десятерых, это как раз пихтель-препарат, потому что все, что связано с железным ферритином, трансферином, там, как правило, кроме там случаев каких-то сильных патологий, будет достаточно. Плюс, вот, идеальный антиоксидантный комплекс латтл с селеном профессора Исаева, это совместное применение будет, даст вам, ну, практически, так сказать, проблемы все решит. Ну, и, соответственно, вы увидите по результатам анализов, что это произойдет буквально там у кого-то раньше, ну, а у кого-то максимум месяца через три. Помните, что ранее трех месяцев вот ждать результаты серьезные, долгосрочные нельзя, и к тому же надо убрать факторы, которые привели вас к этим патологиям, как к тем или иным, или дефицитным состояниям. Про эти факторы мы тоже сегодня сказали, я советую вам переслушать это видео, и тогда вы сможете выписать уже, ну, что-то в памяти есть, когда человек смотрит один раз, но не все, а когда второй раз послушает, уже тезисы наметит какие-то, он будет больше понимать, осознаете глубоко вот эти причины. какие еще можно здесь, дополните, пожалуйста, меня, сделать выводы и дать советы. Юрий Андреевич, да, я дополню, очень такой для меня важный момент, если вы чувствуете какие-то проявления дефицита железа, о которых мы говорили в прошлый раз, вы сдаете анализы, и вам говорят, что вы в норме, пожалуйста, пересмотрите еще раз это видео, и отследите, да, свои вот эти нормы для себя, то есть, если есть клинические проявления, это уже сигнал о том, что есть изменения в организме, и анализы мы оцениваем в комплексе, то есть, не по одному какому-то выдранному из контекста гемоглобину, а копии со всем остальным. Только тогда у нас будет картина более комплексная, более ясная. А теперь как раз людям и легче будет это сделать, потому что у них будет шпаргалка, по сути, то есть, перечень тех анализов, и тем более люди сами смогут, ну, расшифровать, зная показатели, за предел которых выходит их значение, видя, что есть норма, они могут понять, тем более вы раскрыли темы и сказали, что не просто вот анализы должны быть такие, а что это означает, если ниже показатель, допустим. Так что теперь люди будут знать, где искать проблему, по крайней мере, а это уже важно, и тогда пойдут уже к какому-то специалисту, ну, такому глубокому, и с этими развернутыми анализами, а специалист тогда действительно там скажет, о, хорошо, какой вы продвинутый человек, теперь вот вы, у меня есть полная картина, я, значит, могу вам сказать, что делать, так сказать. Да хотя, собственно, люди теперь и сами будут знать, что делать, и только не поможет это тем людям, у кого действительно какие-то там меньше одного процента таких людей, да, там какие-то особые патологии, которые не входят вот в рамки того, что вы сегодня рассказали. Да, 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 совершенно верно, то есть человек на самом деле самостоятельно может справиться, бывает, конечно, крайне случайный миг, когда мы быстро должны какие-то меры предпринимать, но в целом, вполне реально, вот следуя всем вашим советам, я абсолютно совсем согласна, сахар, клетчатка, витамин D, это безусловно нужно, и профилактически, ну вот женщинам 100% надо принимать профилактический препарат железа, вот натуральный, это идеальный вариант, потому что кровопотери ежемесячные, мы не успеваем восполнить наесть столько, столько этого железа, расходы колоссальные, поэтому ежемесячно мы должны компенсировать, идеально, чтобы этот препарат был наполнен вот этими всеми кофакторами, чтобы усвоение было максимально легким, чтобы уровень трансферина поддерживался, пихтель идеальный, мужчинам, в принципе, конечно, тоже, стрессы никого не минуют, стресс это всегда расход железа, физические нагрузки это всегда расход железа, смена часовых поясов то же самое, поэтому профилактика превыше всего, тогда мы с вами будем качественную жизнь свою проживать. Ну, конечно, тем более, что в натуральные препараты, вот скажем, такого плана, как пихтель, они обладают не только какой-то узконаправленной деятельностью, ведь это и антисептик природный, натуральный, который, кстати, вот именно симбиотическую родную кишечную микрофлору не подавляет, а вот патогенную придавливает и так далее. Поэтому, вот темы отличаются, узконаправленные, синтетические, тем более, которые в любом случае имеют побочные негативные действия, препараты медицинские, фарминдустрии, они одно лечат условно так, другое калечат, а эти препараты, ну, если их так можно таким словом назвать, или назовите это биологически активные, или концентратом питательных веществ, вот это совершенно другое дело. Ну, вот, например, пихтель, у меня сейчас жена моя принимает, я ее, прямо, что называется, заставил, потому что, действительно, там проблемы есть с низким ферритином. Кстати, тоже, может быть, не все вот из этих анализов она сдавала, я вот, кстати, хотя очень развернутые сдает, я вот теперь посмотрю, теперь сравним, потому что я тоже кое-что для себя сейчас новое открыл, например, про некоторые взаимосвязи, вот теперь это важно, и, кстати, генетический вот этот момент тоже надо посмотреть, вот, кстати, а вот особенно тем людям, у кого вроде бы, ну, все или практически все, да, вот анализы эти вроде в норме и потребляют правильно, все правильно, да, надо посмотреть вот этот, вот тогда действительно генетический сдать тест-анализ, один или два там. Юрий Андреевич, за вашу позволение добавлю, мы же сейчас проводим исследование по пехтелю, хотим отследить, насколько будет высоким подъем ферритина, гемоглобина, всех показателей по железу, и у нас, в нашей группе уже месяц люди принимают препарат, и вот, кстати, вот по связи с сахаром, препарат пехтели, он своего рода горечью тоже является, кто пробовал, оценивает такой немножечко горьковатый вкус, и это очень хорошо работает, именно вот на микрофлору, на желудочно-кишечный тракт, на нормализацию желчатока, который сама по себе противопаразитарным и свойственным обладает, и что самое интересное, все горечи, любые, снижают тягу к сладкому, это и относится, и к клетчатке, к горьким травам, к специям, и, конечно, вот и к пехтелю, к нашему тоже, и нашей группе, наши женщины уже пишут мне, вы знаете, у меня тяга к сладкому прошла, буквально за месяц приема, такие у нас результаты, улучшается работоспособность, пишут мне пациенты, что лучше утром просыпается, в течение дня энергии больше, анализы мы еще пока не сдавали, вообще рановато нам для контроля, но вот субъективно уже, конечно, результат мне очень нравится, но это в плане работы с сахаром, и тоже препарат интересный. Ну и для печени этот препарат тоже полезен, тем более, как все горечи, и желчная, это уже вторично пузырь, ведь желчь производит именно печень, поэтому как раз вот, да, для печени это важно очень, а поскольку глюкозу в гликоген переводит тоже, в общем, печень, да, и поэтому тут связано с сахаром, вот напрямую, вот почему тяга пропадает, то есть нормализуется работа в этом плане, и поскольку легче высвобождается энергия, так сказать, больше АТФ, то, соответственно, да, и не нужна уже глюкоза, вот, тем более, что вот для тех, кто не в теме, я скажу, что в общем-то, вот то, что касается второго процесса получения энергии, то есть не за счет расщепления глюкозы, а за счет расщепления жиров, кетоз, да, вот, это как раз вот та тема, куда стоит обратить внимание свое, по крайней мере, увеличить потребление жиров при уменьшении обязательного потребления сахаров, потому что если жир увеличить и сахара оставить, тогда человек будет жиреть, толстеть, у него не будет работать кетоз, у него жиры не будут сжигаться, вот все вот путают, вот это не могут понять, что, то есть если вы вообще не будете есть, вот прям глюкозу, фруктозу, сахарозу, никакие монодисахариды, вообще никакие, нисколько, вы не умрете, у вас энергии будет полно, там, криз будет, там, может, какой-то, и то у некоторых людей, 3-5 дней, а потом, то есть из жиров вы будете получать энергии более чем достаточно, но при этом вы начнете, если кто имеет там живот, бока, худеть умеет, то есть приводить себя в ту биологическую норму, как у всех, вот, кстати, вот тоже я напоследок уже скажу здесь, вот посмотрите, какая-нибудь есть интересная штука, и, кстати, мы этим самым видим, что есть истина такое, вот давайте спросим, так вот, в природе все виды животных похожи друг на друга, скажите, вот имеют одинаковую мышечную массу, они по размеру могут чуть-чуть отличаться, в пределах нормы, есть такое понятие, нормы реакции, предел, в котором может существовать данный признак, в том числе рост, вес, но пропорция абсолютно идентичная, и только люди деформированные ходят, как вот эти вот, так сказать, раздутые, разбухшие, с жиром, со складками, и причем некоторые считают эту патологию за норму, какая это может быть норма, когда, вот понимаете, сама природа нам говорит, все живые существа, как миллион особей одного вида, да, похожи, как копия друг на друга, копия, потому что пропорции, предусматриваются, они складываются по некой программе свыше, по генокоду, по голограмме, по матрице, если хотите, вот этой информационной, там биологической, генетической, как хотите, но это просто истина, и люди, так сказать, должны быть точно такие же, мы такой же биологический вид, поэтому прийти должно быть в норму, не одрехлевшим человек должен быть, там вот, это тоже понятно, нормальный мышечный тонус, там, допустим, не чрезмерный, но ожирение, жир, это всегда болезнь, то есть накопление, это всегда болезнь, то есть это ожирение внутренних органов, которые человек не видит, он видит складки, но не видит, что происходит с органами, а это что такое, это ухудшение работы органов, это нарушение обмена веществ, это, соответственно, инсулинорезистентность автоматом, вот если человек повышенная масса тела, жир в складке, у него уже инсулинорезистент, а это значит, как раз гликированный гемоглобин, это значит, идут воспалительные процессы, это связано с суставами у таких людей, почему проблемы, не только потому, что масса тела большая, нет, есть такие люди редкие, у кого масса тела большая, суставов им в порядке, по крайней мере, долгие десятилетия, а потому что именно воспалительные процессы идут, Воспаление сахар вызывает. Ну, короче говоря, там уже проблему эту изучать можно самостоятельно. У меня очень много видео на эту тему и про инсулинорезистентность, и что будет, если вы уберёте сахар на 10 дней из рациона питания. Сахар имеет в виду не только сахар афинат, а сладкое всё, включая фрукты, то есть имеется в виду глюкоза, фруктоза, сахароза, всё, что касается сахаров. Тогда вот результат, конечно, человек увидит автоматически. Ну что ж, в общем, тему раскрыли вы. Я благодарю, она очень важная. Я думаю, что 100% люди этого не знали, и знать это должен каждый человек. Вот теперь, вот теперь, практически, если мы только вот уберём проблему сахара, то проблему вот этой усталости утром, разбитости в течение дня, мы понимаем и уберём тоже, если мы устраним скрытые проблемы дефицита железа, да? Скрытые. И усвоение. Настолько у нас всё взаимосвязано, и всё зависит от всего в нашем организме, поэтому мы не можем ликвидировать какую-то одну проблему изолированную. То есть мы должны, конечно, в комплексе всё со всем работать. Корректировать питание и движение, увеличивать количество движения, двигательную активность, нагрузку и восполнять дефициты. В комплексе тогда, конечно, прогресс будет намного более быстрым. Ну что ж, благодарю вас за это видео, за встречу. Я очень прошу наших зрителей писать, не лениться, отзывы. И вот вы скажите, согласны вы со мной, что эта запись, эта главная информация, она аналогов не имеет. Наверное, скорее всего, вы этого не видели вот так в совокупности, чтобы были объяснены все причинно-следственные связи основные, столько важных показателей, которые вот люди не учитывают, ведь тогда причину не найдут, понимаете? Будут думать, вот, всё учли, все показатели посмотрели, всё в порядке, а чего-то со мной не так. Так не всё учли, в том-то и дело. И врачи большинство этого не знают. Узкоспециализированные врачи знают. Вот хорошо, что вам повезло, так что вы услышали эту информацию. Правда? Напишите об этом. Благодарю вас, совершенно верно. И вот то, что мы сегодня с вами обсудили, это моя, так сказать, выжимка, концентрат моих знаний, которыми я с вами делюсь. Пожалуйста, пользуйтесь, будьте здоровы, ищите своего доктора, который вам поможет в поиске причин устранения их. Будьте здоровы, принимайте хорошие препараты. Да, давайте, дорогие друзья, значит, поблагодарим Ксению Владимировичу за эту очень важную информацию. Поставьте пальчик вверх, как это называется, лайком это видео, потому что тогда вы поможете другим людям. Ведь у нас YouTube поднимает ролики, когда большое количество лайков. Ну и когда комментарии люди пишут, имейте в виду, поэтому, пожалуйста, напишите, не поленитесь. Тогда вы выразите свою благодарность тем самым, ну и, конечно, тем, что другие люди будут иметь шанс тоже это видео посмотреть, а это очень важно. Все, о чем мы говорили, дополнительные видео, и то прошлое видео, и другие, чтобы раскрыть эту тему более подробно, я оставлю вам под этим видео. Нажмете, если вы в YouTube смотрите слово еще под роликом, откроются важные ссылки, смотрите их, нажимайте на них, смотрите эти видео. Ну и если захотите препарат Пехтель, то, соответственно, тоже ссылочка я его оставлю. Препараты профессора Исаева, значит, соответственно, витамин D3, СК2, натуральный. Ну, вот все то, о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, всего вам хорошего и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok